Здравствуйте! Посещение врача – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Это позволяет вовремя выявить и предотвратить возможные проблемы. А в сегодняшней программе «Экспресс-помощь» мы уже по доброй традиции получим своего рода дистанционные консультации от настоящих профессионалов. В этом выпуске «Всё, что нужно знать о здоровье» в интервью с Олегом Карпиным, главным врачом частного медицинского центра. Кому может понадобиться помощь челюстно-лицевого хирурга, узнаем из рубрики «Диагноз». Далее расскажем о современных методах, которыми пользуются врач-офтальмолог и оториноларинголог. Спросим у доктора, что такое цистоскопия. Увидим, как проводят это исследование. И спасибо скажем логопеду. Олег Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Для начала хочу у вас спросить в целом про медицинский центр здоровья. Я так понимаю, он исключительно наш, пензенский? Совершенно верно, Елена. Первый медицинский центр здоровья был открыт 10 лет назад на гидрострое в Терновке. Тот центр, в котором мы сейчас находимся, на Кижеватого, он открылся, принял первых пациентов в 22-м году, 17 января. И третий медицинский центр открылся в конце апреля этого года, в Арбеково, на улице Бородина. Если говорить о центре на Кижеватого, где мы сейчас находимся, какие услуги населению здесь оказываются? Елена, мы начали работать в 22-м году, с января, как я уже говорил, оказывали услуги только платные. Но изначально предполагали, что центр войдет в систему обязательного медицинского страхования. Сразу в прошлом году у нас войти не получилось, ввиду особенностей правового регулирования, нормативно-правового. Но с 23-го года наш центр Кижеватовский вошел в структуру обязательного медицинского страхования, в реестр медицинских организаций. И, надо сказать, мы очень поступательно развиваемся. Сейчас перечислю, какие услуги мы оказываем здесь населению по полису бесплатно. Во-первых, это услуги диагностические. Ну, как вы знаете, у нас на первом месте по смертности какая патология? Сердечно-сосудистая. Совершенно верно. На втором месте онкология. Поэтому очень востребовано исследование. Это эхокардиография. Это мы делаем по полису тоже. И, надо сказать, объемы наращиваем. Постоянно. И по эхокардиографии, и по доплерографии сосудов нижней конечностей, и по компьютерной томографии, как с контрастом, так и без контраста. Кстати, аппараты УЗИ у нас экспертного класса, врачи ультразвуковой диагностики, ну, скажем так, высшей квалификационной категории, аппарат КТ «Сименс». Ну, здесь нужно сказать, что у нас вообще все оборудование новое, потому что центр открыт недавно. Поэтому специалисты, рентгенологи тоже, я считаю, что лучшие в области работают в нашем центре. По МАЭС еще из диагностики – это колоноскопия под наркозом. По программе обязательного медицинского страхования работает еще дневной стационар. Дневной стационар следующий профиль – это терапия, неврология, кардиология, гинекология, урология. У нас эндоскопическая стойка, наша отечественная, вот, эллипс, и доктора у нас делают цистоскопии по урологии. Сейчас начинаем, будем делать гистроскопии. Это тоже все по полюсу МАЭС. У стоматологи оказывают медицинскую помощь пломбы светоотверждающие, самые новейшие, оборудование тоже новейшее, Словакия. То есть одного желания достаточно? Вот я, например, хочу почистить зубные камни. Пожалуйста, пациент звонит по телефону 330303, говорит, что хотел бы записаться к врачу-стоматологу по полюсу ОМЭС. Полечить зубы, пожалуйста. Сделать профессиональную чистку зубов – это тоже возможно. Приходите к своему времени, без очереди совершенно, вы проходите и проводите все лечение. То есть все довольно просто? Конечно. Насколько мне известно, в вашем центре еще часто проводят различные акции на те или иные услуги. Как можно удачно зайти в клинику здоровья? Акции начинаются обычно с 15-го числа каждого месяца. И они каждый месяц у нас меняются. Порой повторяются. Если мы видим, что это, да, пациенты идут, пациентам это нужно, мы акции повторяем 15-го числа. Это можно посмотреть либо на нашем сайте, либо ВКонтакте. Олег Дмитриевич, спасибо вам за информацию. Пожалуйста. И побольше вам благодарных пациентов. А вам и всем нашим зрителям здоровья. Челюстно-лицевая хирургия – это направление, которое занимается диагностикой и лечением заболеваний, а также повреждений лица, шеи, ротовой полости. Его уникальность в том, что оно выступает мостом между общей медициной и стоматологией. Сегодня заглянем в операционную клинике здоровья. Эта пациентка обратилась с жалобой на образование на нижней губе. После предварительной консультации и осмотра врачом принято решение о хирургическом вмешательстве. Небольшой нарост удаляют с дальнейшей пластикой местными тканями. Подобные операции проводятся как под общим наркозом, так и под местной анестезией на усмотрение специалиста. Уже на десятый день швы снимут, форма губы станет прежней, а через две недели станут известны результаты гистологического исследования. Челюстно-лицевая хирургия впервые открыта в медцентре здоровья. Мы можем проводить практически все операции, которые можно проводить, так сказать, как на дневном стационаре. То бишь это удаление образования на лице, удаление образования в полости рта, на языке, удаление зубов мудрости, любой сложности. Также различные кисты челюстей, в том числе и зубные кисты, адонтогенные кисты получаются. Также мы планируем оперативное вмешательство совместно с другими специалистами. Это лор-врачами, которые также находятся в медцентре здоровья. Возможно, даже с офтальмологами, потому что есть и деформации глазниц, деформации челюстей. Также есть заболевания, связанные с гайморовыми пазухами. Возможно, придется оперировать гайморовые пазухи совместно с лор-врачами. Конечно, это все в будущем. Мы надеемся, что будущее не за горами, и мы скоро к этому придем. А на данный момент, да, мы можем оперировать любые образования. Даже заболевания слюнных желез мы будем курировать, будем лечить. Если, конечно, образование находится достаточно глубоко, которое близко к сосудам, центральным сосудам, конечно, эти образования отправляются уже в круглосуточный стационар. Здесь такое не проводится. Но, к примеру, образование на языке, кончики языка, боковая поверхность языка, это можно провести в условиях, в наших условиях, да. Также образование на лице в виде атером тоже, пожалуйста, можем провести, удалить и отправить в дальнейшем на гистологическое обследование. Имеются палаты двухместные, трехместные, и пациент после проведения операции находится в комфортных условиях, где есть и телевизор, где есть и отдельная душевая, туалет. И в каждой палате это все оснащение имеется. С проблемными зубами мудрости к нам обращаются довольно часто пациенты. Например, даже банально пациенты, у которых нужно выровнять прикус, исправить прикус. Они обращаются к ортодонтам, ортодонты же направляют на их удаление. Также при затрудненном прорезывании зубов, когда они вызывают осложнение в виде гнойно-воспалительных процессов, тогда тоже проводится удаление. Не всегда зуб мудрости находится близко. Иногда приходится проводить остеотомию, удалять часть костей, чтобы добраться до зуба. В дальнейшем он тоже удаляется. На верхней челюсти чаще всего это опасно проводить удаление зубов, потому что оно связано с близко находящейся гайморовой пазухой. После удаления зубов мудрости часто возникают осложнения, которые могут приводить к гнойным гайморитам или, в общем, гайморитам. Поэтому в условиях операционной это более безопасно будет, проведение таких операций. А у нас как раз эти условия и есть. Не секрет, что всё в нашем организме взаимосвязано. И не стоит удивляться, если, например, офтальмолог рекомендует вам пройти осмотр у лор-врача. Или наоборот, от ириноларинголог направляет вас к офтальмологу. Беседа с этими двумя специалистами в рубрике «Новый метод». В нашей клинике мы ведём приём взрослых и детей с рождения со всеми заболеваниями органов зрения на новейшем оборудовании. В том числе дополнительные обследования проводятся и на оптическом когерентном томографе фирмы «Хьювец» Южной Кореи. На данном приборе мы можем детальнее провести обследование сетчатки и зрительного нерва, также измерить длину глаза, что необходимо для определения прогрессирования близорукости у детей. Также можем измерить толщину роговицы для перерасчёта цифр давления при заболевании глукома, которое очень часто встречается у взрослых. Прогнозирование возможности проведения керторефракционных операций, современных операций по улучшению зрения, провести диагностику кератоконуса. В клинике здоровья по результатам обследования проводятся также лазерные операции по поводу фразрывов, отслойок, дистрофических изменений сетчатки у взрослых и детей, также беременных женщин до 35 недель, лазерное удаление вторичной катаракты, лазерное лечение глаукомы с узким и закрытым углом, синдром пигментной дисперсии, пигментной глаукомы. Оперативное лечение проводится на новейших лазерных установках зарубежного производства. В отличие от очков или контактных линз, лазерная коррекция кардинально решает проблему плохого зрения. И никакие дополнительные приспособления для того, чтобы отлично видеть, никогда больше не понадобятся. Уториноларинголог или лор-врач занимается профилактикой и лечением заболеваний уха, горла и носа. Он решает проблемы сразу трех органов, потому что они находятся в тесной физиологической связи. Эндоскопия лор-органов Эндоскопия лор-органов – это современный метод исследования, который позволяет качественно осмотреть лор-органы. Ведь зачастую глаза врача-аутоларинголога – это не микроскоп, а с помощью эндоскопа мы можем более детально визуализировать то, что представляется перед нашими глазами. С помощью эндоскопов мы можем хорошо и качественно посмотреть полость носа при синуситах, при аденоидитах и выявить степень аденоидов у ребенка. Мы можем посмотреть качественно гортань и выявить опухоли новообразования гортани, область среднего уха и даже жидкость за барабанной перепонкой тоже мы можем увидеть с помощью эндоскопии. Эндоскопическое обследование можно сделать с любого возраста. А мягким эндоскопом мы можем посмотреть детей с нуля. Жестким эндоскопом мы можем посмотреть детей более старшего возраста и взрослых. В нашем Центре здоровья есть современный эндоскоп, которым мы пользуемся при осмотре пациента, что позволяет нам правильно и качественно осмотреть пациента и помогает в установке диагноза. Мы можем отследить динамику лечения пациента. На каждом приеме мы проводим эндоскопию, и пациент видит картинку своего органа в начале заболевания, в процессе лечения и в завершающей стадии. А вспоминая Сократа, как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая об организме, так и нельзя лечить тело, не думая о душе. Самое лучшее лекарство от болезни – доброе расположение духа. Но, уважаемые пациенты, не затягивайте с лечением своих заболеваний, обращайтесь вовремя к квалифицированным специалистам. В нашем центре мы поможем вам правильно подобрать лечение и грамотно поставить диагноз, применяя эндоскопическое оборудование. А сейчас поговорим о другом эндоскопическом виде диагностики. Цистоскопия незаменима при обследовании внутренней поверхности мочевого пузыря. Что такое цистоскопия? Цистоскопия – это инструментальное малоинвазивное эндоскопическое исследование мочевого пузыря. Она позволяет увидеть полосы мочевого пузыря при помощи оптики. Сразу хотелось бы отметить, что цистоскопия не является рутинным методом диагностики и назначается пациентом только в том случае, когда стандартные методы диагностики, такие как УЗИ, КТ и МРТ, не дают нужного результата в поиске причин заболевания. Также цистоскопия может быть диагностической с целью установления диагноза, так и лечебной. То есть при помощи цистоскопии возможно введение лекарственных препаратов в полосы мочевого пузыря, исследование, также удаление стентов, дренажей из верхних мочевых путей. То есть она может быть не только диагностической процедурой, но и лечебной. Основными показаниями к назначению цистоскопии являются подозрения на образование мочевого пузыря, то есть на опухоли, хронические циститы, недержание мочи, гиперактивные мочевые пузыри, ну, также аномалии развития. И очень часто к нам направляют на цистоскопию диагностические врачи-акушерогинекологи из областного онкологического диспансера для того, чтобы определить наличие или отсутствие распространения опухолей гинекологических на мочевой пузырь. Основными противопоказаниями к назначению диагностической цистоскопии являются острые воспалительные процессы в органах мочеполовой системы и кровотечение массивное. Как проводятся исследования? Процедура проводится в условиях операционной. Она может быть выполнена как в внутривенном обезболивании, так и без обезболивания, в зависимости от желания пациента. Если мы используем местную анестезию, то есть не прибегаем к внутривенному обезболиванию, то сам туба цистоскопической трубки смазывается местным анестетиком для более комфортного пациента. И цистоскопическая трубка вводится. Затем мы подключаем камеру, свет и можем изнутри увидеть полость мочевого пузыря, мусти мочедошников, наличие образования. При необходимости, при подозрении на опухоли мочевого пузыря у нас есть возможность сразу же взять биопсию и отправить материал на гистологическое исследование. Процедура некомфортная, но терпимая. По времени не более чем 10-15 минут. То есть у нас есть возможность записать исследование полностью от начала до конца на флеш-носитель. И это дает пациентам возможность отправиться потом по электронной почте, дистанционно проконсультироваться, получить грамотные консультации. Второе мнение, третье мнение у других специалистов. Как можно пройти процедуру в клинике здоровья? В клинике здоровья данную процедуру мы выполняем как платно, так и в рамках дневного стационара по полюсу МС. Для того, чтобы получить направление на дневной стационар, нужно пройти минимальный необходимый набор обследований. К ним относятся общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, мочевин и креофтинин. Для женщин с хроническим циститом дополнительно бактериологический посев мочи. Ну и, соответственно, перед этим обязательно иметь на руках результаты УЗИ почек и мочевого пузыря. Эти обследования можно пройти как самостоятельно, в том числе в клинике здоровья, без направления, так и получить направление у терапевта. Либо по месту жительства, либо у нас в клинике здоровья принимает терапевт по полюсу МС, который поможет подготовиться каждому пациенту к дневному стационару по профилю урологии. Всё на самом деле несложно, всё решаемо, и это реально. У нас эта процедура выполняется на потоке, каждую субботу, еженедельно. Многие пациенты довольны комфортом проведения, потому что частная клиника имеет свои неоспоримые преимущества. Этому врачу спасибо, а пациенты говорят правильно, чётко и красиво. Логопед корректирует речь, а значит, знает, как вернуть роскошь человеческого общения. Знакомьтесь, Наталья Кондратьева вот уже 19 лет трудится логопедом и считает, что очень важно заниматься любимым делом. Интерес к работе с детьми ей привела мама – учитель начальных классов по образованию, а по призванию – воспитатель. Педагог с 30-летним стажем. Мама любила свою профессию и смогла до меня донести всю её важность. Поэтому после окончания школы я поступила в Пенецкий педагогический институт. Но уже к окончанию института я понимала, что я не хочу быть учителем-предметником, не хочу работать в школе, в классе с большой группой детей. Мне была интересна индивидуальная работа с ребёнком. Поэтому как только региональный институт повышения квалификации педагогов стал набирать группу логопедов, я поступила и уже через некоторое время начала работу в стационарном отделении Центра социальной помощи города Пензе, где мне предстояла работа с детьми с задержкой психического развития из неблагополучных семей. Там я отработала 7 лет, а затем перешла работать в здравоохранение. Задача логопеда заключается в диагностике речевых нарушений и их коррекции. Иногда для более продуктивного решения вопроса на усмотрение логопеда привлекаются узкие специалисты, такие как психиатр, если логопед усматривает нарушение интеллекта, невролог, если нарушение речи связанное с патологией нервной системы, отоларинголог, если логопед предполагает нарушение или снижение слуха, а также поражение голосовых связок, ортодонт, если есть нарушение прикуса и другие дефекции артикуляционного аппарата. Поэтому при совместной своевременно начатой работе можно рассчитывать на устранение проблемы и полной нормализации речи. Максимально быстро и качественно это можно сделать именно в медицинском учреждении. Первый осмотр у логопеда при норме психического развития и правильном течении развития речи показан в три года. К этому возрасту активный словарь ребенка должен достигать полутора тысяч слов. Он должен уметь составлять несложные фразы, ошибки при согласовании различных частей речи, пропуск и перестановка слогов, оглушение, озвончение и смягчение звуков допускаются. Для коррекции же речи к логопеду следует обращаться с ребенком пяти лет. Сейчас все чаще детям ставят диагноз «задержка речевого развития». Конечно, каждому родителю хочется, чтобы его ребенок был здоров, чтобы все у него было хорошо. У меня вот у дочки начались небольшие проблемы с речью, она не выговаривала букву «Р». Ну и было принято решение начать какую-то терапию для того, чтобы этот эффект устранить. Много искали в интернете, читали различные отзывы, ну и вот прочитали отзывы про Наталью Васильевну. Очень как бы понравилась она, ну и решили сходить к ней на прием. Пришли в клинику здоровья на Кижеватого, потому что мы здесь живем, рядом, нам очень удобно. Наталья Васильевна сразу расположила ребенка к себе, очень все понятно, доступно мне объяснила. Назначила нам упражнения, в том числе, которыми заниматься и дома, и она сама занимается с ней на приеме. И мне кажется, что мы уже видим небольшой прогресс, в общем, будем дальше ходить, заниматься, и я думаю, что у нас все будет хорошо. Часто родители задаются вопросом, когда будет результат. В первую очередь это зависит от речевого нарушения. Бывает, что дети усваивают новый звук уже на первом занятии. Достаточно всего пару раз показать, как правильно. Еще месяц может потребоваться для окончательной автоматизации процесса, чтобы выговаривание стало привычкой. Но нужно учитывать, каждый случай индивидуален. Свою профессию считаю очень важной, потому что ведь я не просто исправляю речь, но и даю ребенку уверенность в своем будущем. Ведь правильная и красивая речь – это залог успешного, гармоничного развития личности. Не перестаю радоваться тому, что выбрал такую гуманную профессию, которая сочетает в себя милосердие медицины, мудрость педагогики и прозорливость психологии. В будни с 8.00 до 20.00, в субботу до 18.00, а в воскресенье с 9.00 до 15.00. Все вопросы можно уточнить по телефону 33-03-03. Друзья, пришло время прощаться. И помните, не стоит откладывать общение с медиками на потом, ведь каждый из нас заслуживает быть здоровым, а значит, по-настоящему счастливым. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!